Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы Ахарей. И здесь идут законы о разных преступлениях, что нельзя прикасаться никому из единокровных. Всевышний нам говорит, что если вы будете так поступать, как поступали к Найнеи, бывшие до вас, то в этой стране вы не задержитесь, вас страна это исторнит. Перечислены разные виды этого, нельзя прикасаться к сестре, к матери, в общем, вот эти все законы. И смысл в том, что человек должен себя держать в руках, как говорится в книге Брешит, когда Всевышний говорит Каину, когда он замыслил убийцу брата Гевеля, говорит, у двери грех лежит, ты должен властвовать над ним, как бы не хотелось. И это действительно в наше время не так актуально, кажется, ну зачем оно мне надо, эти родственники, то есть это то. Но было раньше очень сильная тяга к идолопоклонству и очень сильная тяга к разврату. Выставить было очень тяжело в этом. То, что мы себе сейчас представляем, было намного, намного страшнее. То есть, так хотелось служить этим идолам, что выставить было тяжело. И когда один из царей наших разговаривал, во сне разговаривал с царем Минаше, и мудрец он был, не царь, он говорит царю Минаше, который злодейский царь, говорит, как же вы поклонялись там идолам, он говорит, да если бы ты жил в это время, это бы первый поднял бы свой кафтан и бежал бы к своему служению. Ты не понимаешь, какая это была тяга, ты не понимаешь, что это было. И тогда говорится о том, что мудрецы попросили Всевышнего, что мы не можем в этом выстоять. Убери этот разврат, мы не можем эту тягу к идолопоклонству убери. Ну и Всевышний убрал. Посмотрели, даже куры перестали яйца нести. Уже даже животное, ничего им не надо. Он говорит Всевышнему, тогда мы все умрем, если не будет нас тяги вообще никакой, мы все умрем. Верни что-то, даже вообще у нас нет ни тяги, ни к женщинам, ничего, даже животное не спаривается. И Всевышний тогда вернул тягу просто к женщинам, близким родственникам. Эту тягу он забрал. И за это он забрал у нас пророчество. То есть были пророки, к которым мы могли приходить, спрашивать, как вести в той и в той ситуации. И нам они говорили, что нам делать. И напрямую спрашивали их. Это мы видим на примере, как царь Шауль спрашивал у пророка, где ослицы моего отца, и тот отвечал. То есть теперь этого нет. И действительно нам сейчас в некоторых планах легче. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Память Юрия бен Харитон, Мендель бен Мендель, Зазароя Светлана бот Клара, Гидл бот Мирьям, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Парина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Ицках Шимон ба Бэйла Мотл, Фира бот Анна, Гидл бот Мирьям, Захороший дух Аронария бен Двойра, Дниз бен Ахум, Ригаль бот Сара. И будет закончиться скорая эта война. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мы должны продолжать учить Тору, невзирая ни на что. Всем все самого наилучшего. До следующих встреч.